Восетия Женщину обвинили в самозахвате трех земельных участков. Один из них ей удалось отстоять в суде в 2002 году. Еще у двух участков появились другие владельцы, с которыми Нона судилась, но решение выносили не в ее пользу. Сейчас она может остаться без дома, который строила сама. На сегодняшний день в конторе проходят собственники, не Дзебисовы, а Кобесовы. Но по сегодняшний день Кобесову я здесь на этих участках ни разу не видел. Здесь проживает конкретная семья Дзебисовы, которых я вижу каждый день. Они живут здесь, они окаживают за своими участками, принимают активное участие в жизни садоводства. Все началось с того, что Нона Дзебисова выкупила свидетельство о праве пожизненного наследуемого владения, которое принадлежало ее соседу. С таким документом она могла просто пользоваться участком. Позже, когда появился закон о приватизации, она решила его оформить, но выяснила, что участок уже принадлежит другому владельцу. Женщина винит во всем бывшее руководство садоводства, которое, по ее словам, все время ей препятствовало. Они начали делать фальшивые документы, все, что захотят, делают. И доказывают, что как будто я захватчица, я кому-то отобрала, мне все это не принадлежит, у нас должен разрушать все имущества, отобрать, выгнать меня отсюда. Потому что они обещали уничтожить меня, как я была организатором, идти против них, потому что они незаконно действовали против садоводов и жителей садоводчества. Виновником своих несчастья женщина считает бывшего председателя садоводческого товарищества Казбека Геоева, который ушел из должности со скандалом летом 2017 года. Тогда возмущенные жильцы вышли на улицу и потребовали, чтобы он покинул свой пост, объяснив это тем, что в садоводстве постоянно испытывают проблемы с водоснабжением. Мы связались с супругой бывшего председателя Хуржерин Валентиной Геоевой, которая по совместительству была еще заместителем. Она, в свою очередь, рассказала другую версию событий, связанных с проблемой Ноны Дзебисовой. Говорить на камеру женщина отказалась, но согласилась на разговор под аудиозапись. Она отдала ему деньги и забрала у него свидетельство пожизненного наследования владения в надежде того, что ей удастся это приватизировать и присвоить этот участок. Однако все это было сделано противозаконно. Земельные участки, принадлежащие государству, продавать нельзя до приватизации. И если бы она имела бы гражданство уже Российской Федерации, то правление бы позволило переоформить этот участок и она бы законным образом. Однако, когда мы пояснили Кожанову, что вот эта сделка незаконная, он нашел покупателя и сделал ему доверенность. Этот покупатель приватизировал на его имя и сделали договор купли-продажи. Сейчас у Дзебисовой гражданство есть. Теперь она подает в суд, где попытается доказать, что приватизация бывшего владельца участка была незаконной. Но удастся ли ей это сделать? Женщина апеллирует постановлением администрации пригородного района, который отменяет приватизации в том числе этого земельного участка. Однако, как рассказал Валентина Геоева, на момент отмены приватизации за владельцем уже было зарегистрировано право собственности. Кроме того, приватизации были отменены не из-за незаконности, а ошибочности определения категории земель. Но Дзебисова настаивает на своей правоте и не намерена отступать. У нее на очереди с такими же разбирательствами второй земельный участок, где расположено ее хозяйство. Кто прав в этой сложной ситуации, предстоит определить суду. Известно одно – из-за несовершенства земельного законодательства, а зачастую его расчетливого толкования, мучается не только семья Дзебисовых, но и многие другие жители республики. Алена Хачерова, Георгий Гагичаев, Крылья ТВ